С появлением ледяной глазури на тротуарах и лестницах люди не перестают спешить. Бегут по своим делам, поскальзываются и наживают проблемы в виде переломов, растяжений и ушибов. Так произошло и с Надеждой Зинчевской. Она упала, повредила запястье. Далее поход в травмпункт. Из-за отёка изящные золотые кольца пришлось срезать кусачками. Вчера утром рано бежала на работу, вышла с остановки, с маршрутки. Бегу по улице Энгельса в центре города. Гололёд. Сама не заметила, как упала. Мимо пробегала девушка, помогла мне встать. Весь день провела на работе, но всю ночь не спала, рука очень сильно болит. Сегодня утром муж меня привёз тронплог. По словам Надежды, остановка была не очищена ото льда. И реагентом коммунальщики забыли посыпать. Конечно, замечания есть. В том плане, что дороги не очищены совершенно. Даже сегодня с ребёнком пошли в школу. И в промежуток дороги, которая дома до школы, не очищена совершенно. То есть там и машины завязают, и деткам очень трудно пройти. Количество пациентов в травматологии в последнее время выросло почти в два раза. В период до выпадения снежных осадков количество лиц, обращающихся в травмпункт, у нас не превышало в среднем 55-60 человек на экстренном первичном приёме. То после появления устойчивых неблагоприятных условий количество пострадавших возрастает до 80-100 человек в сутки. Есть специфические зимние травмы. На данный момент с ними всё чаще обращаются в травмпункты Центральной городской клинической больницы. Это переломы костей предплечья, характерная ледовая травма, переломы верхней трети плечевой кости, костей локтевого сустава и лодыжек. В городской администрации утверждают, что коммунальные службы исправно посыпают реагентами дороги и тротуары. Ночью мы занимались посыпкой тротуаров, где есть наледь в каждом районе. Продолжим посыпку, очистку тротуаров и расширение дорог в частном секторе. Да, но смотрите, вот по снегу в Ленинском районе прошло вроде нормально, пришлось даже колонну выводить и посыпку. На центральных городских площадях и улице Федерации всё завалено снегом и покрыто льдом. Вопрос о приведении в порядок этих территорий сейчас стоит наиболее остро.